всем привет мы продолжаем строительство нашего дома дом называется улитка на данном этапе мы возводим стены стены естественно из дров так называемый глиночурка кто не в курсе строим из кедра в перемешку с ясенем и даже березой на данном объекте такие деревья были состав делаем не из глины конечно же теперь мы используем цемент мешаем волос опилками получается опилка бетон более теплый более более так сказать подходит дерево к дереву всего у нас в этом доме получилось 15 стен или правильно сказать таких углов да то есть она же идет у нас многогранник соответственно внутри 10 грани и снаружи еще 5 это как раз вход коридор улитка значит на сегодняшний день мы уже выложили 70 сейчас вот 8 докладываем ну и остается внутри там где перегородка небольшие две стеночки сделать и и снаружи где дабу стоять два больших окна их мы пока не заделываем так как нам необходимо сделать пол утеплить его и накрыть крышу соответственно тоже и утеплить и после этого мы заложим эти две стенки там большие окна стоять будут полукруглые и соответственно домик будет готов уже для финальной отделки так сказать чистовой можно будет наводить и красоту дом будет круггодичный здесь будет находиться гончарная мастерская проходить мастер-классы отопление этого дома планируется делать теплый пол от него соответственно будет нагреваться все помещение вниз мы планируем засыпать керамзит и сверху соответственно ну зальется стяжка значит что касается отделки данного помещения заказчик хочет отшлифовать все торцы данных пней и снаружи и снутри может быть чем-то их пропитают каким-нибудь маслом и будет очень я считаю красиво такая естественно красота будет прямо дерево торец шлифованный очень будет круто смотреться крыша у нас будет соответственно укрыта материалом для прудов и бассейнов и покрыта землей дерновая крыша так называемая еще такой вопрос значит многие задают что с домом будет когда он подсохнет будет ли усадка как таковой усадки данное строение не дает здесь происходит усыхание пней когда они простоят в районе года в тепле скажем так или под навесом до не попадает туда влага соответственно они становятся естественно такого высохшего свойства до не принимают естественно какая часть лопается вот но для этого нужно всего лишь через год это все за штукатурить можем там просто задел трещин например смесью глины с опилками с мелкими и в дальнейшем это больше беспокоить не будет значит повторюсь еще раз толщина стены у нас 30 сантиметров для средней полосы россии это достаточно учитывая что утеплена крышей пол будет ну и соответственно помещение будет отапливаемым ну и самый важный главный вопрос как я считаю находится это в живописном месте в городе калуга вместе где находится кругом одни поля леса называется база отдыха на краю земли кто будет тех моих местах краях приезжайте смотрите думаю вам понравится ну и вот что называется сам процесс окладки стен свор закладывается на нижние пни верхние прикладываем подходящий пенек там или маленький или большой соответственно как мозаика еще выбрать надо ну и притягиваем это все к нашей опалубке чтобы внутренняя сторона стены была ровной внешне чуть-чуть играет там полтора два сантиметра бывает потому что идеально отпилить но практически невозможно там где-то пила чуть-чуть мог ушла где-то сам пил уже ручной не станком делается поэтому снаружи на чуть гуляет но при шлифовке скажем так как сейчас здесь хочет хочет сделать клиент будет даже эффект 3d такой интересный вид и вот либо есть другой вариант кто не хочет оставлять стену внешнюю можно просто оббить сеточкой заштукатурить тоже неплохой вариант оставлять Howl Продолжение следует...